Всем привет! Меня зовут Наташа и сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы с моим молодым человеком провели четыре месяца на Черноморском побережье России. В связи с этим, мне хотелось бы выделить все плюсы и минусы нашего пребывания. Первое, что бы мне хотелось выделить, это затраты на дорогу. То есть вы со своей семьей или с друзьями можете добраться до нашего Черного моря, как на машине, так на поезде, на самолете, автобусе и даже на велосипеде. Кстати, мы знаем, что этим летом вы буквально недавно вернулись из Сочи, правда? Вот это поворот! Не все люди переносят хорошо сархантин и это минус. Следующий плюс это климат. Непосредственно там, где мы отдыхали, а это был поселок Новомихайловка, было довольно безветренно. Температура ночью составляла где-то двадцать восемь градусов, а днем все пятьдесят. Также хотелось бы выделить, что дожди были очень редко. За четыре месяца их было всего лишь четыре. И даже если был дождь, то через минут двадцать-третьдесят на улице была солнечная погода, ясная и было сухо. Также хочется сказать о море. Море грязное, потому что нет отчистных. И это минус. Рельеф местности – предгорь. И это большой плюс. Чистый воздух, живописные пейзажи, смотровые площадки, панорамные виды. Но также есть возможные угрозы затопления. Так как в горах могут выпасть осадки, превышающие норму. В связи с этим количество допустимой воды в реке увеличится. И тем самым затопит близстоящие дома. И нанесет урон жителям. Это минус. В Новомихайловке пляж Гарочный. Это минус. Но в Орленке – пещады. Это плюс. Каждое воскресенье утром в нашем поселке проходила ярмарка, где можно было купить фрукты, овощи и продукты по доступным ценам. Нежели в обычные дни недели в ларьках и магазинах. Так как цены были очень завышены. Но это можно оправдать лишь тем, что работа у них сезонная. И каждый пытается заработать столько, сколько можешь, чтобы прожить целый музей. Также хочется выделить стоимость проживания. Снять комнату вблизи моря на одного человека стоит 350 рублей минимум. Это плюс. Но то, что поселок находится рядом с трассой, вызвало большой прилив отдыхающих. И это минус. На набережной есть пару достойных заведений, которые скрашивали наш досуг. Хочется сказать, цена-качество. Держанность набережной. Некоторые кафе играли в игру «Кто кого переорет». Это минус. Рассказав о своих плюсах и минусах пребывания в Триноморском побережье России, хочется сказать о том, что это моя точка зрения. Поэтому подходите тщательнее к выбору вашего места отдыха. Потому что именно он дарит самые яркие впечатления. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok